всем привет это снова андрей и да опять против что меня так долго не было на канале но это неважно сегодня мы короче будем делать ракцию на новые ролики и реалистичные фигурки морских опитателей из пластилина плюс 500 подписчиков да кстати илья я тебя поздравляю с 50 подписчиками уже 519 ну да ладно давайте смотреть блин ребята давайте тоже уже наконец-то добьем уже давайте 300 подписчиков до 300 еще немного осталось блин и тогда все хорошо же будет ребят кстати я также монтирую видео с обзором на одну коллекцию из пластилина тоже но эта коллекция будет посвящена одновременно и морским обитателям и морским рептилиям ну и другим древним морским жителям всем привет ребята вы попали на канал мир или и табе и сегодня в честь 500 подписчиков я покажу вам свою коллекцию из 15 фигурок морских обитателей красиво начнем вот с этого морской леопард морской леопард ой какой он страшный на картинке который обитает в антарктике он получил свое название от характера и из-за пятнистой шкуры которая напоминает леопардовую в основном он охотится на пингвинов рыбу и других тюленей но однажды был случай когда он утопил британскую ученую кристи браун блин не хотелось бы испытать на себе ее участь кстати как это сделал вот этот фильтр серо-черно-белый экран когда встретишься с ним да и кстати были даже зафиксированы случаи того как морские леопарды пытались укусить человека за руку или ногу чтобы утащить также на дно показывали в некоторых документальных сериалов как на сериалах как например самое опасное животное самое опасное животное чудеса голубой планеты семь континентов и некоторые другие зеленая морская черепаха вау одна из самых распространенных черепах блин морского леопарда я на самом деле чуть-чуть маленько с нерпой какой-нибудь какой-то спутал просто потому что у нерпа тоже маленько я видел на некоторых видах тоже пятнышки есть но при этом одна из самых редких на нее очень часто охотились из-за панциря который когда-то служил отличным украшением ну да вот людям делать больше нечего блин кроме как убивать животных лишь бы ради для того чтобы пожрать или для того чтобы сделать себе какое-нибудь украшение щетинки точнее не щетинки а чешуйки вот чешуйки на глазки глазки тоже как вкус что-то не ловит вот что-то кстати да на этом что-то телефоне прям когда вот объект или камеру быстро очень близко к какому-нибудь объекту приближаешь объект долго не фокусируется что вот словила на панцире тоже рельеф есть правда они все грязненькие у меня тут ну да в основном зеленые черепахи питаются морской травой и медузами но и очень и когда наступает время откладывать яйца то они возвращаются на тот же самый пляж где сами родились да 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 это мы знаем вот это у них память однако а я всегда думал что черепахи глупые морской конек один из самых удивительных обитателей океана ну как-то слишком простенько выглядит маленько прям как игрушка какая-то да и вообще в целом фигурки реально на игрушки похожи он не умеет плавать и у него прям так и не скажешь что это прям так и не скажешь что это из пластилина фигурки а как будто реально настоящие игрушки у него нет желудка из-за того что он не умеет плавать он вечно он постоянно цепляется хвостом за водоросль или за коралл ну да это еще позволяет ему прятаться от хищников короче маскироваться коралл с отростками которые напоминают коралл ой там что-то потемнело а из-за того что у него нет желудка он вынужден непрерывно питаться всю свою жизнь поглощая планктон из воды и вот у него тут есть рельеф тоже вот эти складки на плавнике глазки горбатый кит я сразу догадался что это горбатый кит я ну вообще наряду с синим наверно китом его длина может достигать 18 метров а вес 30 тонн 30 тонн у него очень длинные плавники поэтому его легко узнать да и достаточно острые чтобы защищаться от косаток потому что были зафиксированы случаи когда горбатые киты во время того когда косатки пытались напасть на них они там старались этими плавниками отбиваться а иногда бывало прерывали охоты этих морских хищников то есть там был зафиксирован случай того как косатки во льдах там охотились на тюленя а горбатый кит приплыл и спас его к тому же у него еще есть бородавки на голове что делает его еще более узнаваемым а вот эти складки на животе из-за которых этих китов называют полосатиками позволяют ему набирать много еды в рот когда рот расправляется также у них есть белые пятна и зазубрины на хвостах которые служат для опознания а еще они умеют петь громкие песни по 30 минут что позволяет им общаться находить пару находить дорогу и эхолоцировать и китовая акула и и она мне больше нравится ее длина можно достигать 20 метров а вес 30 тонн то есть она такого же размера как горбатый кит да и к тому же у нее больше общих черт вот эта фигурка реально на игрушку похожа или с акулами поэтому их называют китовыми ну да из-за размеров и из-за общих черт вообще в детстве когда я впервые узнала китовые акули да и увидела ее в документ видела ее в документалках я думала что это не акула больше а кит какой-то они питаются планктоном поглощая его из воды и отфильтровая его через жабры угу красивая к тому же они двигаются мирно и не спеша из-за своего огромного размера видите у нее тут есть вот эти вот эти выросты шипы точнее не шипы а пятна пятнышки вот такая китовая акула у меня тут хвостик они очень долго у меня валялись несколько недель ждали своего часа и этот час наступил ага спасибо большое вам ребята за 500 подписчиков вы крутые угу и вам тоже ребят спасибо за 260 краснорогая морская звезда вау какая она крутая я не знаю кстати а почему на фотке она красная а ты ее сделал желтой вот у нее тут шипики красные шипики сама она желтая вообще она самая простенькая как по мне ну да как в дизайне так и в модельке как дизайн так и фигурка очень она самая простенькая как по мне о ней рассказывать особо нечего про дельфин вау вот пятушки прям выглядят так как будто их ты не из пластилина слепил а как будто ты их маркером там нарисовал уже известны как уздечковый бродельфин большелобый бродельфин атлантический пятнистый дельфин или просто пятнистый дельфин много у него названий что-то офигеть вот это прям еще круче видите вот это тут одна фигурка круче друг одна фигурка фигурка круче предыдущей это ж вообще просто муа бомба муа 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 велиссимо александр и бруче крючка у него на голове через которую он дышит так многие думают что такая дырочка есть только у китов но нет она есть у всех китообразных а дельфины по факту к нему относятся у него тут ротик выделен сам он ведь в пятнышках дельфины социальные животные они живут в группах и так же у них есть свой набор у них есть свой набор звуков которые позволяют им общаться находить дорогу находить еду а еще у них есть свои имена на которые они откликаются да да вы не ослышались ну да дельфины могут называть друг друга по имени и это ты уже не один раз повторил как же у него тут есть глазки еще интересно дельфины тем что они спят по отдельности одним полушарием мозга да и вообще мне кажется ну вообще они по большей части не спят потому что ну я понимаю их потому что ну раз ты млекопитающий который живет в воде и у которого нет шерсти то то тебе надо дышать свежим воздухом то как ты уснешь под водой если в итоге ты там тоже можешь сдохнуть и потом все пока одно полушарие спит второе бодрствует а потом наоборот блин странное какое-то полушарие у дельфинов на самом деле потому что если дельфины уснут полностью то они во первых могут погрузиться на дно и утонуть а во вторых второй глаз позволяет им следить за обстановкой второе полушарие мозга которое бодрствует позволяет им следить за обстановкой ну да одна из моих любимых акул в мире темноперая серая акула также известная как серая рифовая акула прямо у нас здесь какая-то синяя на фото они встречаются очень часто в инотихоокеанской области то есть в низком и тихом океанах в основном в основном на маленьком кстати помню я и помню это на самом деле акулу потому что помню эту акулу когда-то мы помню с папой в ангарск ездили там была выставка рыб и там были не только обычные рыбки там еще и скат маленький был и также вот эта акула в большом аквариуме ну это не океанариум был это так такая большая колба большая колба у которой у которой было дно накиданное камушками а там лежала лежала акула вот кстати вот на эту акулу больше всех охотится потому что она меньше да ее гораздо удобнее кушать на Мальдивах у берегов на Мальдивах в Красном море в Индонезии на Фиджи в Палау у берегов Австралии и некоторых других район местах этого района блин какая-то миленькая акула достаточно не страшная вообще как понятно из названия они держатся вблизи коралловых рифах вблизи коралловых рифов поедая там определенное количество рыбы они в пищу употребляют рыб и ракообразных в основном они не обычно они не нападают на людей если конечно те их не провоцируют но иногда нападения все же случаются причем с очень неприятным исходом конечно не всегда смертельным но все же не хотелось бы оказаться на месте очередной жертвы ага прошу прощения у нее обтекаемое торпедообразное тело и черные плавники из-за которых она и получила свое название а на первом спинном плавнике небольшая белая окантовка а сама она серая со светлым брюхом акула-молот бронзовая акула-молот а бронзовая? ой а что это там у акулы вот этой у акулы-молот за крапеньки там на фото были акула-молот это акула имеет форму головы похожую на молоток что позволяет ей отыскивать добычу зарытую в песок тоже реалистичная в воле прям класс у нее электрорецепторы расположены по всей области головы что позволяет ей искать добычу даже глубоко под песком 5 жаберных щелей глаза на обеих сторонах на обеих сторонах головы кстати вот эта фигурка больше похожа на акулу-молота из старой коллекции акулы-молота высокий плавник и сама она очень гибкая кстати в новой версии акул-молота там появилась бронзовая акула а в старой версии была просто акула-молот может складываться почти пополам особенно часто встречаются у островов галапагосы, кокос галапагосы и ревилья-хихедо поэтому я их называю латиноамериканские акулы-молотые ну потому что галапагосы это эквадор кокос Коста-Рика а ревилья-хихедо Мексика одна латинская Америка в основном акулы-молотые питаются скатами и мелкой рыбой и мелкой рыбой две рыбки клоуна в актини вау это прям тоже они защищают актинию они ухаживают за актинией а в обмен на это та дает им надежный дом от хищников это называется симбиоз когда два вида живут за счет сотрудничества вот такая актини две рыбки клоуна звезды известного мультфильма в поисках Немо и в поисках Доля Немо это ты? Марлин это ты? шутка мне кажется что это одна из самых моих крутых поделок большая белая акула самая опасная акула в мире ой какая страшная здесь ну да она имеет прозвище акула-людоед но на самом деле это она получила больше из-за этих самых-то падений вообще белая акула нападает на нас не ради того чтобы сожрать ей просто любопытно что мы такое мы же двигаемся когда плаваем ну или она может перепутать нас с тюленем или другой любой добычей она может такая подумать а вдруг это с едой или вот о а вот очередная хавка и в итоге пробует нас кусает нас очень сильно а потом вкус крови попадает ей в рот а потом она понимает что вкусно это невкусно и либо убивает либо добивает оставшуюся добычу либо убивает свою добычу а то что это показывают в документалках это неправда по сути а в Австралии ее называют не иначе как белой смертью ой она вооружена она вооружена полным набором острых зубов которых у меня здесь нет так сказал смешно и мощным хвостом который позволяет ей быстро передвигаться и ловить морских львов и тюленей за которым акул ты принимаешь а также кстати может охотиться и на китов и на других акул маят людей так что нападение акулы на людей это случайность в длину она может достигать 7 метров а весить более тонны а мне кажется залость чуть поменьше обитает она повсеместно в трагических и умеренных зонах вот такая она у меня тут тоже реалистичненькая получилась страшненькая серая сверху и белая внизу чем-то даже реально на мегалодона похоже ведь кстати раньше ведь считалось же что что мегалодон то однажды был ее дедушкой задние хвост плавники глаза одним словом крутая фигурка морской лев главная ух ты какой ух ты прикольненький какой до фоточки был они очень любят зависать на пляже с друзьями или резвиться в воде где они охотятся на рыбу и ракообразных у них есть задние ласты которые многие ошибочно принимают за хвост хотя хвост у них расположен вот тут между задних ласт ну да вот это вот маленькая тоненькая штучка вот это передние ласты которыми они загребают я кстати думал это место то самое от которого и растут эти ласты передние ласты служат им веслами а задние рулем ну да в отличие от тюленей морские львы умеют ходить то есть передвигаться на всех конечностях тогда как тюлени лишь загребают передними конечностями и ползают на животе а еще у морских львов есть уши тогда как тюлени 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 если вы помните мое видео про 10 часовую версию про где там был мем где тюлени скачут то посмотрите его обязательно ссылку на этот ролик я оставлю в описании у тюленей их нет и к тому же тюлени более пухлые а морские львы более худые далее у нас идет скат манта Скат манта самый крупный из всех видов скатов ууууу у него большие плけи которые похожи на крылья ууה а ещё головные плевники, которые похожи на рога из-за чего его называют морским дьяволом прошу прощения просто не выспался маленько а внизу есть жабры и пятна Их длинный хвост имеет жало, которое позволяет ему защищаться Да ладно, у них жало есть А я думала нету Ведь как ведь объяснить то, что они не нападают на людей От хищников Ну в целом да, они не опасны для людей Да и к тому же, они слишком крупны для того, чтобы ужалить человека По сути, если предыдущие скаты, которые реально человека могут убить Они были маленького размера и на них реально наступить можно То манта, это слишком большой во-первых скат Во-вторых, он вообще редко плавает у дна У дна плавает меньше А больше всех он предсчитает вместо поверхности воды Или больше где-нибудь на глубине А эти головные плавники позволяют ему засасывать добычу прямо в рот Чего, кстати, его еще называют морским дьяволом Только расположим их вот здесь Это очень грациозные существа, которые любят плавать рядом с дайверами Пускающими пузырьки Их часто можно встретить у островов Ревиль-Яхихедла, недалеко от Мексики Осьминог Осьминог Морской обитатель Ух ты, тоже реалистичный Хм, кстати, мне он чем-то напоминает моего игрушечного осьминога Которого я в детстве еще тогда покупал И в одном наборе про подводных жить Про манских животных И там мне попался большой осьминог И один маленький И тремя сердцами внутри Сердцами Ошибочка Точнее У него тут есть присоски на нижней стороне На нижней стороне щупалец Которые позволяют ему хватать добычу и присасываться к камням Чтобы его не унесло с течением А вот здесь у него расположен клюв, который я не сделал Потому что не укладывался в производственный график Ну ничего страшного, и без клюва красивый А вот здесь у него дыхательная дырка Трубка Схожая с жабрами В основном осьминоги питаются мелкой рыбой и раком И они, ну в основном осьминоги больше относятся к головоногим, молю Головоногим больше, чем к рыбам Кообразными, которых ловят своими щупальцами Обитают они повсеместно в водах всего мирового океана И последний это краб Ух ты Какое он смешное на фотке Крабы очень распространенные морские рогообразные О, господи, блин Эти чучи, блин, что такое, блин Вы посмотрите Вы увидели его глазки там Которые там были Блин, он прям на мишку плюшевого похож Которые очень часто встречаются на песке Или на морском дне Ползающими боком Я прям пискнул даже Зона полночи, наш дом Вместе нам не скучно в нем Если знаете, что это за шуб Хм, что-то слышал такое В октанавтах, в октанавтах, что ли Октанавты, на самом деле, я смотрел Но не все серии Это поймете Вот у него тут есть клешни И восемь лап Лапки Глазки Пссс Миленькие даже глазки Блин, ну на то я реально милый Ну вы посмотрите на эту младочку Илону даже Блин, ну серьезно Ну в общем-то Вот такая коллекция Вот все мои 15 фигурок Реалистичных морских обитателей Еще раз спасибо вам большое За 500 подписчиков Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Мир Ильи ТВ И всем пока Пока, Илюша Ну что сказать Коллекция охрененная Мне больше понравились Зеленая черепаха Крабик Из-за того, что он миленький Гороватый кит Китовая акула Осьминог Белая акула Вот это вот Черноперая акула Продельфин И акула Молот А вам, ребят, кто понравился Тоже напишите в комментариях И всем вам тоже Огромное спасибо за просмотр Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Профессор Герасимов И повторюсь еще раз Давайте добьем уже 300 подписчиков И всем Гудбай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok